Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Добрый весенний вечер, дорогие друзья. Вы по традиции в это время с удовольствием слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Меня зовут Роман Шахов, рядом Александра Хайрулина. Приветствуем абсолютно всех и каждого. И, конечно, друзья, с радостью сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени группы 7B. Привет, ребята. Иван Зимьян, лидер группы, основатель, отец-основатель. Как тебе, кстати, такое? Это же правда, да? Все? Отец-основатель. Это звание. Матяне, говорят, наверное, артисты, о которых сейчас Иван скажет. Иван, ну, конечно, да, просим представить ребят, которые с тобой пришли. Хотя поклонники все знают, безусловно. Андрей. Вы же музыканты, и мы же поклонники. Просветов. Каталкин. Белов. Андрей. Все Андреи здесь. Я так понимаю, что был про Светкин с тобой очень много лет, да? То есть еще со времен религии, наверное, да? Все ребята лет 9, как минимум, да? Все старые. Все каталось в самые молоденькие. Молодой 10 лет. Лет 10 лет. Но каталось в самые колоритные, самые говорливые. Мы уже в этом убедились, да. Это действительно так. Ну, надо сказать нашим слушателям и зрителям, кто, может быть, упустил, хотя я допускаю, что таких очень мало, пропустил грандиозные события, которые были в жизни группы. Случились они буквально в прошлом году. Во-первых, это 15-летие. С чем мы, конечно, вас поздравляем. Будем поздравлять целый час. Ну, ничего, что в этом году уже 16 лет. Мы все равно будем поздравлять. Во-вторых, так потихонечку до 20 мы и дойдем. Абсолютно. По случаю 15-летия был снят документальный фильм, который есть в интернете. Его можно посмотреть. Называется «15 ветреных лет». Была выпущена книга, о которой нам тоже, может быть, расскажет сегодня Иван. Ну, и совсем недавно, можно сказать, недавно вышел новый альбом. Совершенно, да. Еще прям свеженький, тепленький в этом месяце мы презентовали альбом. Поговорим еще во многом. Ну, можем как-то начать с какой-то песенки. Мы правильно ли посчитали, что в этом году 20-летие твоей творческой деятельности? Скажи, рассуди. Ну, ее как-то, наверное, да. Если вы считали, да, да, да. Да, конечно. И кто еще 7-б? В 17-й год, да. Какой скромный человек. Он даже и не считает. Я даже не помню. Ну, как бы я теперь, да, сложил. Пазлы сложились, да, точно. Как-то все быстро. Мы сегодня что послушаем в вашем исполнении? Это будет новый альбом или что-то услышим мы еще из медленок? Это будет такой микс из наших разных припевов, песен, которые благородно звучат и в акустике, и, в общем, то, что нужно. Хорошо, тогда первая песня. Ну, тогда мы с удовольствием, да, готовы... Группа 7-б. Внимать, с удовольствием. Да, ну, мы споем одну из песен, называется «Мне ответить небо». И во многих проектах и телевизионных мы исполняли эту песню и парафон. Все, поехали мне ответить небо. Закончу зрачки и закрою веки. И поднимусь так высоко, и, может быть, надолго. Надоело видеть все вокруг, что есть. И, может быть, я там пойму, зачем мы здесь и кто мы есть. Но для чего поломаны крылья? Для чего поломаны люди? Для чего мне ответит небо? Ну, для чего поломаны страны? Для чего поломаны судьбы? Для чего мне ответит небо? Ну, для чего, для чего мне ответит небо? Ну, для чего, для чего мне ответит небо? Я найду ответы и вернусь назад. Чтобы на мир весь прокричать, зачем мы здесь и кто мы есть. Может, через век-другой очнёмся. И будем вместе всей землей лечить все то, что мы когда-то поломали. Ну, для чего поломаны люди? Для чего поломаны крылья? Для чего мне ответит небо? Ну, для чего поломаны страны? Для чего поломаны судьбы? Для чего мне ответит небо? Ну, для чего, 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 для чего мне ответит небо? Группа «Семьба» Иван Демьян сегодня в концертном зале телерадиоканала «Страна ФМ». Спасибо огромное, ребята. Спасибо вам. Потрясающе. Вань, а вообще для чего вот, для чего все это? Ты нашел же для себя вот ответ? Для чего вообще как-то? Ну, у тебя он должен быть, как мне кажется. Все вокруг для чего, и мы для чего. Передача, мне это нужно этот, не зря подаренный дар передать. Ну, в общем, так я представляю сама с первого дня, вот именно с первого ощущения. То, что этот поток как-то выловился, пропустил я его через себя и понял, что это и что мне нужно делать. Поэтому это мой девиз, который я иду уже 20 лет, посчитали. Удивительная история, вот что называется, прям до мурашек по коже о том, как произошло у тебя это озарение, как ты когда-то явно и четко почувствовал для себя, что тебе нужно петь и тебе нужно писать песни. Ты же в эту пору работал, у тебя была профессия даже с Дианчиком, семья, сын и, в общем-то, наверное, до этого и предпосылок каких-то не было особых, таких серьезных. И тут ты идешь по улице, зима, снег. Я ничего не предвещала, никаких таких дурь и мечтать я не могла. Ну что, это был голос какой-то, который ты услышал? Или картинки, или все это и другое? Что? Ты увидел себя на сцене? Ну, такой флешбек, какими-то кадры вместе с голос интуиции, как будто и даже в тот момент недостаточно я умел и петь, но внутри себя я уже слышал и представил, как это, что это будет, потому что были такие кадры наперед. Я увидел очень много людей, очень много лиц в поле, можно как бы так назвать, некие стадионы или еще что-то, где ты что-то вещаешь в музыкальном плане, и это такими вот вспышками было. А такие моменты, провидения, ясновидения, они случаются? Одновременно все, поток гармонии с какой-то, это же первая, одна из первых песен идет, и я слышу это все в гармонии, в саунде, ну, слышу все, гитара, музыка там и так далее. И плюс еще вот с этой одной одновременно мысли путались, и плюс как будто я уже ощущал песни, много песен уже, я вижу куски, ну, много всего. Скажи, пожалуйста, со временем это как-то удалось упорядочить, или приходят к тебе песни, ты абсолютно не знаешь, когда ночью, вечером, с утра, и готов ли ты всегда, или каждый раз там с удовольствием ищешь? По ощущениям я начал чувствовать, предчувствовать, пытаться ощущать это явление, влияние, вот это состояние, и спустя время специально что-то сидеть, вот на песне написать этого как бы не было. Ну, шли эти ощущения, я писал, неважно куда, что, просто брал, записывал, делал, там, где на гиктофон, где на листок бумаги и так далее, да, я все это много раз проигрывал, как бы, что мне по душе. Темы любые, какие проходили через меня, разные. Но то, что ты чувствовал. Скажи, пожалуйста, а повторяются ли сейчас в твоей жизни какие-то видения? Или это вот было тогда только единственный раз, что ты четко увидел картинки, даже ощущения какие-то испытал? А сейчас происходит это с тобой? Бывают такие? Конечно, это же поток какой-то вот вещи и песни, эти... А, ну понятно, продолжение именно творческое. А жизненные ситуации какие-то могут тебе... Ну, видения, видения, разные какие-то истории, допустим, это сны там и так далее, я всегда обращаю на что-то внимание, там, допустим, у меня день рождения, я мог рассказать, что вот совершенно тоже не так давно, что... из команды, вот, ребята, а через два дня метеорит в Челябинске упал. Вот, как бы, вот, такие-то истории. А пока ничего не упало, через сутки, да, давайте... Когда у нас будет реклама, мы подойдем поближе к вам и попросим, может быть, что-то сможет предсказать нам. Может быть, да, курс валюты и все остальное. Пока у нас песни следующие, Вань. Группа, спасибо, спасибо. Мы споем из нового альбома песни, называется «Без тебя» и... Отлично. След ветреных лет Красит виски Ссорит, простит Свет Волосы в цвет Под серебро Кровь, молоко Нет, да или как Тут все равно Будет кино Твой главный герой Тянет вино Каплей на дно Как не хватает Так жить без тебя Что-то цепляет, как быть Как не хватает Так жить без тебя Что-то цепляет, как быть Вот тонкий намек Срезанный срок Пуля-курок Пусть ангел летит И ему повезет Время поет Снег между планет Стая ракет Выхода Выхода Нет Мир Это Война За тихое место Рядом с тобой Как не хватает Так жить без тебя Что-то цепляет, как быть Что-то цепляет, как быть Без тебя 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 Как так жить без тебя, что-то цепляет, как мы. Сегодня концертный зал рокового направления. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Иван Демьян и коллектив 7Б. Мы очень рады слушать песни абсолютно разные. Но скажи, пожалуйста, вот Вань, песня, которая принесла тебе наибольший успех? Стала визитной карточкой группы. Молодые ветра. Что за ветра? Как они надули? Когда надули? В каком состоянии ты был? Надули ветра. Как появилась эта песня? Были много песен, очередная была какая-то песня. Она была именно очередная? Или думал, что реально это будет мягкий хит? Да, она была написана как очередной песней. Мы записывали первый альбом. 2001 год это? Да, были на базе. Это 2001, да. Репетировали на базе совершенно другие песни. Входили уже в репетиции. Уже это 7Б или это религия? Это уже 7Б. И репетировали другие песни. И это безумные репетиции с 9 утра, если не ошибаюсь, ежедневно, просто как на работу. Такой оракул, божественные бутылки. Такой был клуб очень, в таком деревянном, по адресу, вот был он. Подсказывает, да, Андрей Вилов. Какой-то сарай такой. Вот мы в 9 часов утра там собирались и репетировали. Но при этом этой песне, а потом уже мы складывали инструменты. Вот тут одна песенка еще нарисовалась, может, ее попробуем. И вот вроде разложились опять, ну, снова разложились. Моментально мы ее схватили, сыграли. И мы тоже решили ее в альбом. При этом было мнение такое, что мы тогда с агентом, где, ну, может, не нужно, это война. Даже так. Мы, может, оставим. У тебя вот здесь Али Ивана, еще и так далее. Будет круто, там, все девочки твои. То есть никто даже не предполагал, да, что это именно эта песня. В девочках. В общем, я как-то так очень мудро и ловко. Получилось у меня первое свести эту песню и тут же... Почувствовал, да? Опять-таки интуиция, что сказала. На нее надо вести. До завтра успеем? Нет, надо сейчас. И при этом здесь тоже эта же интуиция, которая также подсказывала, что нас через, ну, через две недели нас будут искать. Но так оно и случилось. Искали, песня загремела, и все мы узнали о том, что есть такая замечательная команда. Да, и как раз в такой нужный момент, в нужном месте все оказалось. И да, какой-то вот сработал. Ты, наконец, почувствовал в тот момент, что да, это вот то самое, чего тебе не хватало для души, для удовольствия, для радости, для счастья? Нет, конечно, ощущение было, когда уже начали, когда поиск пошел. Вроде две недели прошло, проходит. Вот скоро уже заканчивается. И все еще тебе не звонят. Тишина, ну, что-то непорядки чувствуют. Нас, оказывается, искали даже раньше, но не нашли. Абонент не наступил. По причине, да, абонентов там. Или денег не было, или где-то в подвальном помещении писали. Как раз это было кинотеатр Ханои, там тоже связь недоступна была. По разным причинам. Ну, в общем, позвонили, сказали, смотрите, через 15 минут прямой эфир по программе «Взгляд» Сергей Бодров. Или рубрика была «Как реализоваться молодежи в Москве». Ну, вот оттуда с мешка достают диск. Вот это вот нас удивило. Это какая-то, в общем, чудо, бомба. В общем, ищем ребят, их нет нигде. Они в соцсетях. Помогите, подскажите. Может, это седьмой Б или как. Потому что, когда диск отдавали, спрашивали, как мы подпишем «Молодые ветра», а дальше, что там, Иван Демьян. Ну, я думаю, ну, там, неважно, Иван Демьян, а не Иван. Так как очень скромно еще в каком-то начальном этапе я все равно воспринимал, что это песни откуда-то поточные. И я только как бы проводник. Транслятор. Да, транслятор. И очень скромно, да, мы будем Иван Демьян, 7Б, вот лучше. Там поймут потом. Спасибо за эту скромность и за эти волшебные песни. 7Б, вот это было как раз тема именно одной из тем, когда мы записывали, и вот что-то не получалось, там что-то зависало, все дверь закрываю, хлопаю. Да что это 7Б какой-то? Точно, мы так и назовем все, вот, и прямо это, ну, само по себе название пришло, потому что группа религии так и говорили, что это очень как-то пожелаю. В общем, конечно, да, это очень много разговоров было бы и по сей день. Да. Вот, мы с удовольствием послушаем сейчас еще песню группы 7Б, у нас сегодня в гостях программа «Концертный зал», телерадиоканал «Страна.ФМ». Что мы послушаем? Так, ну, может, что-нибудь посерьезнее уже еще разочек и вспомним. Былое. Песня «Нехрещенная луна». Чудесная песня. Так. Настраивается артист, дорогие друзья. Обычно все сидя эту песню исполняем. Весь зал садится или стадион. Но сейчас все будет стоя. А сейчас, да, Иван, ставите рассказы для тех, кто слушает нас, а не видит то, что происходит. А слушают нас многие в «ФМ-диапазоне» и в интернете тоже. Видел, что не было солнца, ты встал и пошел босиком. Мокрые ноги по лужам оставляли круги на воде. Слышал, где звук самолета отыскать, побежал в облакат. НОВЫЕ ЗАСТАВТИЕ Kait dont micrleh СТВОРИБА ТВОРИБА СТАГЛА К уровень Зарим Как Обречённая звезда, не святая война. Некрещённая луна, не живая вода. Обречённая звезда, не святая война. Звезда, не святая война. Звезда, не святая война. Некрещённая луна, не живая вода. Обречённая звезда, не святая война. Некрещённая луна, не живая вода. Обречённая звезда, не святая война. Некрещённая луна, не живая вода. Обречённая звезда, не святая война. Некрещённая луна. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Знаете, что хотела сказать? Мне кажется, группы 7B какие-то особенные поклонники. Вот если это не так, вы у меня поправьте и скажите. Нет, что вы у нас как у всех? Такие же. Я сужу даже по записи, во-первых, концертных выступлений, во-вторых, по переписке их в соцсетях у вас. Они какие-то прям вот очень воспитанные. Они практически не допускают совершенно ошибок. Они что правильно пишут? То есть грамотные, какие-то очень вежливые. Такие, чувствуется их невероятное уважение к Ивану, к группе, ко всей. И любовь. Такая уже, которая не вчера возникла, она уже такая проверенная временем. Вот как тебе кажется, почему такие люди собираются? Ну все же, если правильно, они инопланетные. Они инопланетные, как и сама. Каждый как бы пропускает через призму космоса все это. Поэтому все люди вдохновленные этим. Они развиваются духовно и любят это творчество. И помогает им жить, расцветать, я не знаю. Там же очень много историй, связанных с тем, что твои песни действительно помогли людям, кому-то выздороветь, кому-то что-то там в себе разобраться, настроиться. Это каждый день получается. Очень много вот таких телег, имеете в виду. Больших песен. И так далее. Благодарности, что вот как-то из выхода из депрессии и так далее. А выделяют какую-то конкретную песню или в целом о творчестве говорят? О какой сам терапевтический эффект? Он выбирает свою песню. У каждого слушателя как будто есть... Что-то свое близкое находится. ...свой поток какой-то информации он черпает. Уже как-то невероятно сказочно встречают вас в городах. В Петербурге флешмобы какие-то устраивают поклонники с невероятной любовью. Волшебная песня, кстати, написана про Петербург. За это отдельное спасибо. А, понятно теперь особенная любовь, конечно. Просто одна из моих любимых. Спасибо за нее. Просто вообще роскошная. Спасибо. У меня вопрос по поводу голоса. Вань, скажи, пожалуйста, когда ты впервые осознал, что у тебя вот есть голос, когда ты можешь петь, и что он у тебя такой особенный, такая неповторимая интонация? Это приобретенное как-то в процессе жизни, воспитания, взросления? Или искал? Или я вот говорил о том, что когда... Все случилось в тот момент одновременно, да? И я слышал, что я должен как-то по-другому, но он как-то вот иногда щупался, было мгновение, он проскочит, а потом... Он был такой низкий, еще первые песни мы пели. Так. Потому что я чувствовал, что эту гармонию этой песни какими-то вот тонами нужно, а голос не пробивался. Мы сидели в талу вот с Андреем и наш еще гитарист Эрик Розаев, как бы мы записывали, но у меня получался он такой... Ну, поушансонный, схрипает сой. Ну, как известно. Низковато пел, да? Низковато, да. Вот как-то... То есть... И... Это все время какие-то мгновения проскакивали. Я всегда, можно сказать, ловил... Обращал внимание, да? И чувствовал, что вот именно так надо, да? Вот... Запоминаем. То есть какой голос резонирует с тем, что ты слышишь внутри себя, да, получается? Да, да, да. С тем потоком информации, который... Уже сам по себе опыт, который прошел через все эти истории. У нас первый фестиваль, когда мы приехали. Это тоже всю жизнь спонтанно. Ребята репетируют в комнате. Мы вышли в гостинице, общежитие, что ли. Что-то такое, общая... Рекреация какая-то, так. Угу. И... Такой очень... Мужик стоял. Мы уже докуривали, там, в некой курилке историю. Он говорит, ребята поют, он играет и поет интересно. Ну, я так... Ну, он, может быть, не подозревал. Очень интересный диапазон. Вокалисты там... Именно вокальные, да? Какой, кстати, у тебя диапазон? Я сам пою в храме. Сейчас. Я сам пою в храме. О, этот человек. Он говорит о нас. Говорит, но он не понимает, что я стою рядом с ним. Что это тот самый голос. Я... Вот. Очень интересный, очень... Он услышал какой-то диапазон. Это правда. И вот именно услышал тембр. Очень, очень интересно. И... Тут же я познакомился с ним. Представился? Сказал, что это... Да, ну, это вот мы, группа религии, на фестиваль приехали. Ну, вот. И он мне подсказал несколько обычных форм распевок, типа сольфеджи, ну, еще в своей манере. Это как распеваться. Это удивительно. Что с вокалом? Даже педагог был послан небом человеку. Там, как можно крикать за крыльп в рот, распеваться там. Ну, вот прям и с тех пор это... Используешь это, да? В распеванном? Ну, да. Это как бы профессионально уже какие-то вот такие тонкости работы. Друзья, группа 7B, Иван Демьян. И мы, конечно, с удовольствием послушаем вот этот уникальный голос, послушаем музыку, стихи. А какая следующая песня, Вань? Ну, давайте «Городу на Неве». Да, привет огромный. Питеру привет. Нас там смотрят, слушают, любят тоже. Санкт-Петербург, сказочный город. Есть город на Неве, я там еще ни разу не был. Есть город на Неве, я там бываю во сне. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Разводные мосты живы, каменные львы. Зимним светом полярной звезды, Отражение кладов, сад на Неве, Звездный парад, мелодии белых ночей. Классный парад, мелодии белых хлеб. Отражение кладов, сад на Неве, Самый гриб. Нас там без пустынлив, Классный парад. Отражение кладов, сад на Неве, Есть город на Неве, ему отродут триста лет Есть город на Неве, такого нет на всей земле Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград Город-герой, по славу цари и вожди Зимним светом полярной звезды Отражение кладов сад на Невы Звездный парад, мелодии белых ночей Сказка во сне Город на Неве Сказка во сне Город на Неве Город на Неве Сказка во сне Город на Неве Сказка во сне Город на Неве Есть город на Неве, я там еще ни разу не был Есть город на Неве, я там бываю во сне Город на Неве, я там бываю во сне Город на Неве, я там бываю во сне Бываю во сне, бываю во сне, бываю во сне, бываю во сне. Магическая абсолютно песня. Группа 7B, программа концертный зал телерадиоканал Страна FM. Вода, вода. Записать, надо выпить воды. Так, ребята. Группа 7B, это же вообще рекордсмены. Рекордсмены по количеству саундтреков к фильму. Мне кажется, ни одна группа в нашей стране не пользуется такой популярностью у режиссеров фильмов. И не только фильмы, надо сказать. И компьютерные игры. В частности, есть «Сталкер». Я слышала про эту игру, разумеется. А вот УАЗ «Полный привод», он-то играл в эту игрушку? Ты знаешь, я знаю, что это такое, знаю автомобиль, но игрушки не играл. Нет. Что еще возможно? Скажи, где еще можно использовать песни? А, рекламные ролики же есть еще всевозможные. Да, ролики. Немного чего, если нет. Универсальное совершенно творчество, как оказалось. Сопутствует. Можно всегда. И продукты питания, и алкогольные напитки, и игрушки, да, и все что угодно. Скажи уже, что для тебя на сегодняшний день основное предложение и просьба. Иван, мы твою песню решили вот эту взять в фильм. Если это, конечно, является какой-то кинематограф, мы всегда не против. А важно ли для тебя, что это за фильм? Конечно, мне всегда интересно и важно. Но какой бы, как бы не был бы фильм, вообще-то это уже творческая какая-то работа. Работа, да, совместная какая-то. Может быть, я такие фильмы, может, и не люблю, но все равно я понимаю, что люди что-то создают, какой-то проект. Конечно, мне интересно, как они, ну, как-то сопоставляются именно с... Сходятся с песней и фильмами. Вот и все. Ну, при этом я не видел ни одной причины отказа мной кому-то не дать и сказать, нет, я не дам. Вот новый альбом уже. Ваше кино мне не нравится, я не дал. Не позволю прикасаться к моему творчеству, да, вашему фильму. Поэтому творчество выпустилось. Значит, оно кому-то нужно, да, пожалуйста, используйте. А на заказ пишешь, вот вопрос от нашего зрителя Никиты М пришел. Никита хочет попросить написать песню? Песни на заказ не пишу, потому что песни сами уже приходят. Для фильмов, например. Для фильмов. Заказаны. Нет, нет, всегда просто уже готовые варианты. Я заказал, они приходят, если кому-то нужны песни, просто... Слушайте мои альбомы, да? Тут помимо альбомов были истории, когда мы группой Тату... Ты писал для Тату здесь, да? Да, да, да. Сотрудничали с Ивановым Шаповалым и так далее. Вот, да, были поиски каких-то песен. Я просто складывал свой багаж еще неизданных моих песен. И там выбирались какие-то песни на его взгляд и так далее, которые подойдут им на проект. Вань, а... Выбрали защищаться очками песни «Что не хватает тебе» и вошли во второй альбом группы Тату. Сейчас сколько у тебя песен, которые вот неизданных? То есть вот пластинка вышла в семнадцатом году. Около ста пятидесяти. Ну, еще несколько альбомов таких четких песен. По тринадцать песен, да? Ну, плюс еще и запасы с религией такие, в общем еще хватает. По-прежнему ты продолжишь ту традицию, когда в каждом альбоме семей Б выходит песни из религии? Совершенно. Чтобы они получали новую жизнь. Может быть уже, значит, запланирована какая-то дата выхода следующего альбома, ну или условно год какой-то? В девятнадцатом, например, там как? Ну, мы пока этот... Да. Только-только. Хорошо. Еще первое место реализации этого ребенка. Конечно. Нам надо еще дотереть до дыр, что называется, этот альбом. Конечно, заслушайте. Ну, нет, есть бывают такие семьи. Только, ну, раздели ребеночка, и тут еще месяца его нету, давай поехали на второго. У вас другая ситуация. То же самое. Друзья, у нас ситуация, которая требует небольшой паузы, ну а потом мы непременно вернемся. Сегодня 7Б в концертном зале. Студия 89,9. Концертный зал. Программа «Концертный зал», телерадиоканал «Страна АФМ». Мы очень рады, что сегодня у нас гостя группа 7Б, Иван Землян. Мы, конечно, с удовольствием сейчас послушаем еще одну песню. Что это будет со историей? Ну... Три варианта было. Ну давайте «Моя любовь». Отлично. Без любви никуда нельзя, конечно. Особенно весной. Весной, ну конечно. Поехали. И тут на имя нового альбома «Моя любовь» и «Моя любовь». Поехали. 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 Ходишь, блудишь, воду мутишь пеной Ударами по стенам, кичешь по венам Моя любовь, моя любовь, моя любовь, моя любовь Моя любовь, моя любовь, моя любовь А мне бы кусочек земли, на которой бы я ждал тебя Поэтому поэты не знают, где ты Ходишь, блудишь, воду мутишь пеной Ударами по стенам, кичешь по венам Моя любовь, моя любовь, моя любовь Моя любовь, моя любовь, моя любовь Моя любовь О-о-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о! Группа «Семь Б», концерт и зал «Телерадиоканал Страна Фэн». Спасибо вам огромное! А вот случайно все-таки или нет, Иван, скажи, пожалуйста, день рождения группы считается 8 марта? Ну, тоже, да. Ведь, конечно, ты мог сказать, ребят, давайте 9 все-таки, что-то здорово, девчонки там надо все такое, или что-то, в чем-то именно 8? Ну, так сложилось, что первый день заезда в студию... Случился 8. По сути, освободилось 8 марта, а мы, ну, вот, были такими, ну, можно сказать, репетировали в 9 утра где-то в студию, и нам ее предоставили именно 8 марта, в выходные дни, вот, хотите, забивайте, пользуйтесь. Вот как мы как-то съехали уже делать серьезный шаг, как группа к альбому и так далее, и это было 8 марта, и поэтому мы так и застали 8 марта, тут осознание пришло именно в том, что это будет замечательный праздник, отпраздновать празднование рождения группы и подарить хорошее настроение на всем поклонникам 8 марта. Да, и что самое прикольное еще и то, что группа 7Б, получается, единственные мужчины, участники группы, которые 8 марта принимают поздравления тоже в свой адрес, в том, как и с днём рождения группы. Смотри, могут прийти поздравить девчонок, и девчонки поздравят их. Да, и в общем, получается, такой, этот, отмен, отмен веществ, поздравлений, подарков и так далее, это очень здорово. Что вы будете дарить 7 апреля на концерте в Москве, расскажи, пожалуйста. Мы подарим, опять-таки, песни с нового альбома, ну и самое главное, это будет еще, также можно будет приобрести новый альбом с автографами. Так все-таки прям диски будут 7 апреля. Это еще самое, можно так сказать, последнее из Магикан, где диски заказали, дисков осталось немного, но одна из партий 500 экземпляров, и диски сейчас уходят в историю, и здесь очень многие еще описывают, ну, с автографом получить себе, положить на полку, как коллекция, это очень клево. Но при этом я еще немножко недопонимаю и недопонимаю того, что цифровое звучание, даже если скачать, сравнить себе скачать на какую-нибудь флешку или с телефона, музыка очень приятно слушаться в машине, и сравнить диск, если у кого еще сидит ченджер в машине, это небо и земля. Да, и когда я дарил кому-то диск или приобретали люди просто срам, это вообще, он услышал еще очень много музыки в этой музыке, потому что очень много частот срезается, и до людей не нужно. Друзья, в общем, то, что мы творили в студии, в такой вот именно подача саунда и так далее. Все, как ты задумывал, все это будет реализовано в несжатом звуке лучше всего, правильно? Конечно. Ведь надо сказать, что это не полный состав сегодня у нас присутствует, есть еще ребята, есть еще музыканты. Конечно, да. Сейчас у Андрея нет у нас четвертого. Андрей четвертый, так они его и зовут. Суббульский, Который Лосов, их хватает на связи с Суббульской клавишник. Да, но с 7 апреля будет полный состав. Полный состав, да. Суббульский. Три часа музыки, клуб Гластенберри, да? В общем, да, можно сказать, первомайские праздники будут обеспечены, кто придет туда с хорошим настроением и так далее. Где будут, грядут прям хорошие выходные. В общем, с таким настроением уйдут люди. Надо сказать, что телерадиоканал «Страна ФМ» еще будет нашим зрителям и слушателям напоминать об этом, потому что мы поддерживаем ваш концерт. Не просто поддерживаем, конечно, потому что любим вас, поэтому поддерживаем. И тоже придем вот так вот поддерживать музыкантов, да. Ну, мы как-то играли зимой в мороз. Кстати, голос бережешь вот по поводу мороза. И был мороз минус 30. Мы тоже как-то думали, может, люди по-домам в такой концерт, такой мороз. Очень много было людей. Не знаешь, ты морожен не испугаешь. Вань, по поводу дисков, скажи, пожалуйста. Вот опять такая мода на винил сейчас возвращается. Есть ли у тебя задумки? У нас уже переговоры идут второй год, уже около двух лет. И есть разные некоторые компании, которые вот они предлагают. В общем, их несколько, они остановились на какой-то стадии. Это все... То есть, возможно, возможно? Да, но это возможно, у нас уже этот сам проект утвержден, утверждены песни. Там все есть, остались какие-то вот нюансы. Организационные моменты. То есть, возможно, мы сможем потом получить... Винничек, да. Семь бэ на виниле. Это круто. Да. Сейчас... Водомолдавская, да. Действительно. Что у нас сейчас дальше в трек-листе концертного зала? Какая песня? Мы сейчас ненадолго должны обрываться. И очень скоро вернемся. Не переключайтесь. Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Программа «Концертный зал» и с удовольствием продолжаем общаться с участниками группы «Семь бэ», и, конечно, с лидером группы Иван Зимьян у нас. Вот. Ну вот. Спасибо большое. Вот сейчас вот именно в этой передаче «В стране FM» я говорил многим с нового альбома, что скоро какая-то тайна или секрет приоткроется. И насчет одной песни, которая, какая песня, многие гадали, какая песня все-таки вошла со времен религии, вошла в альбом. Да, да, да. И очень любопытно. Предположение людей слушать, да? Именно то, что осознавать, именно то, что песня не утеряла... Актуальность. Актуальность. И вот в этой интерпретации группы «Семь бэ» мы ее сейчас представим за песню «Белые ночи». Слушаем. И сейчас мы можем это произвести. Новый альбом «Солнце решает» песня «Белые ночи» из репертуара религии и с альбомом. В одну темную звездную ноль, И сейчас мы можем это сделать. Кресток на небе я видел и звезд. Отражали они мне судьбу, Но не верить я им не могу. Белые ночи, судьба мне пророчит искать Белые ночи, куда мне за вами бежать В ту же самую тёмную ночь Словно кто-то хотел мне помочь Отражая мне в небе одно Что мечты от судьбы далеко Белые ночи, ну нет больше мучего ждать Белые ночи, куда мне за вами бежать Белые ночи, ну нет больше мучего ждать Белые ночи, судьба мне пророчит искать Белые ночи, ну нет больше мучего ждать Белые ночи, куда мне за вами бежать Белые ночи, нет больше мучего ждать Белые ночи, куда мне за вами бежать Белые ночи, ну нет больше мучего ждать Браво, спасибо! И снова самые громкие аплодисменты с севера страны достаются Иван, ну невероятно какая-то насыщенная жизнь на события И довольно-таки часто не на самые приятные Ну в общем биография такая очень-очень-очень-очень серьезная Там включая какие-то серьезные травмы и так далее И тому подобное даже Я понимаю, что мы даже не успеем, если захотим все это обсудить И поговорить, я только хочу узнать и спросить одно Вот каждое какое-то такое неприятное случившееся в жизни Какую-то мысль, урок несло за собой события? Конечно, все, что нас убивает, делает нас еще сильнее Поэтому все, что происходило, я никогда в жизни ни о чем не жалею Значит, это все так и должно было быть И это случится, это такой жизненный путь И должен себя брать всегда, можно сказать, в руки, в ноги И идти дальше, и жить, и творить И, в общем, и дружить, и любить Прекрасные слова А самое главное, потрясающе приятно видеть Светящиеся, светлые, яркие, добрые глаза Рокки-дрольный кураж не растерял абсолютно Ребят, да, я хочу просто еще раз тоже похвастаться, наверное, за группу вместе Они же скромные, они не расскажут о том, что в этом году они приняли участие в передаче «Спортивного огня» Третье зимние всемирные военные игры проходили в Сочи А вот в Хабаровске вы как раз выступали на передаче «Огня», да? В Хабаровске, да, это было на открытии огня Люди падали, там целый флеш-моб из военных 2017 человек, вот так вот Потрясающе Четко передавая вот саму лампаду с огнем Это некоторые падали, уносили их в оморок Отдыхать В общем, друзья, кто нас слушает, смотрит Обязательно ищите фильм «15 ветреных лет» Обязательно ищите книгу Как называется астабиографическая книга? Книга тоже «15 ветреных лет» «15 ветреных лет» Слушать всем новый альбом группы «7B» 7 апреля «7B» в клубе «Гластенберри» Друзья, еще страна «ФМ», конечно, вас будет об этом информировать, чтобы вы не забывали Спасибо огромное, Андрей, дорогие уважаемые И, конечно, Иван, тебе огромное спасибо, прежде всего У группы «7B» у нас, к сожалению, время подошло к финалу Но мы вас не выпустим отсюда, пока не услышим песню Песню, Андрюш, песню Адрюш, песня Гордость полными вагонами Золотыми вагонами с юга дуют Молодые ветры с рыбой в клочья облака Не забыли шлют издалека с дома Мама и не последняя любовь А по небу бегут Видишь чьи-то следы Это может быть ты Это может быть я Это может нас ждут Это может нам поют свои Нашла коса на камень Идет война на память лет Нашла коса на камень Идет война на память лет Нашла коса на камень Идет война на память лет Нашла коса на камень Идет война на память лет Радость полными застольями Идет война на память лет Нашла коса на камень Идет война на память лет Нашла коса на память лет Идет война на память лет Нашла коса на камень Идет война на память лет Идет война на память лет Нашла коса на память лет Идет война на память лет Нашла коса на память лет Война с югом, полными вагонами, золотыми погонами гордо дают молодые ветра. Браво! Команда «Симбэ». Андрей Просветов, Андрей Белов, Андрей Каталкин и, конечно, Иван Зимьян. Группа «Симбэ». Спасибо огромное, друзья.